здравствуйте дорогие любители цветов и гости канала сегодня я хочу вернуться к теме о фикусах я обещала вам показать большие фикусы высокорослые вот три из высоких стоят у меня в доме поэтому показываю их остальные в теплице как-нибудь следующий раз я понимаю что вам хотелось бы видеть их в интерьере но мне пока комфортнее так поэтому показываю их вот вынесены они из той комнаты где они зимуют показываю их отдельно вот этот фикус он такой своеобразный своеобразная у него фигура он никогда не растет пышной массой я его даже когда у меня появился он я его отобрала у подруги которая хотела оставить его на улице забыть на улице как вы знаете некоторые ой завода на улице все выбросить рука не поднимается вот он и как раз не нравился по фигуре она говорит все время такой полу голый стоит некрасивый по мне понравился скоро помощь подоспела он уже давно растет ствол у него изогнутый вот такой а сверху вот расходится такая масса крона нарастает и листики приятного цвета и они все время где другой сорт покажу там расцветка играют у этого они всегда с белой пестротой то есть молодой лист или лист поживший уже белые причем белый молодые листья даже более белые чем старые есть листочки которые полностью вот почти полностью белая потом добавляется зеленый цвет вот такой он стоит на кухонном уголке тут на скамейке и выше меня ростом стоя на скамейке выше меня ростом рост наверное где-то метра полтора вот второй высокий фикус это фикус али он зеленый с широким листом есть такие зеленые с узким листом этот с широким листом листья длинные если брать ладонь то они как на длину ладони очень красиво смотрится и несомненный плюс в том что он может расти даже в темной комнате вот у нас он стоит в комнате с окнами северной ориентации причем не возле окна а в дальнем углу комнаты и несмотря на это посмотрите побеги не вытягиваются листья цвет не теряют то есть ему света хватает даже вот в такой темной комнате ну конечно у нас юг это тоже нужно брать во внимание у нас редко уходит солнце то есть бывают периоды вот сейчас очень пасмурные дни и месяц декабрь у нас всегда слякотный дождливый пасмурный то есть солнца нет но до ноября до конца ноября солнечных дней хватает и с января уже начинается опять солнечная погода поэтому ему освещение охватает даже в темной комнате и еще один фикус мелколистный тоже пестролистный у него пестрота похожа на первый который я показывала но особенность в том что лист шире и молодые листья они салатового цвета вот я показываю рядом молодой лист и старый на старом листе белоснежная окантовка а на молодом листе получается зеленая с салатовым и вот он весь такой разноцветный видите вот так смотрится вот так смотрятся его веточки он тоже высокий и вообще фикусы можно вырастить и до 5 метров высотой но у нас потолки 3 метра всего поэтому вернее не всего а 3 метра поэтому даже до потолка я не хочу чтобы он рос покажу вам вот его ствол его нога такая размеры фикуса сдерживаю величиной горшка то есть при пересадке при обновлении грунта вынимаем фикус из горшка заправляю корни в горшок подсыпку делаю внизу из свежей почвы и вверху тоже освобождаю от земли и подсыпаю свежей земли они не страдают это видно по листьям если бы фикус плохо себя чувствовал то у него были бы листья с сухими кончиками или лист подворачивался бы осыпался и так далее летом вернее с весны с конца где-то апреля и до конца сентября фикусы большие стоят на улице многие считают что не нужно этого делать потому что после того как они вселяются с улицы они листопадят очень сильно это правда листопад присутствует но если вносить фикусы до того как наступает резко холодная погода то есть чтобы разница температур на улице и в комнате была не настолько не так отличалась как допустим сейчас а в более теплое время заносить у нас в конце сентября еще практически лето и вот в конце сентября я их заношу и причем после того как заносите с улицы нужно полностью их под душем искупать и для профилактики чтобы от вредителей отмыть листы потому что бывает даже гусеница сворачивает листик трубочкой и там окукливается в бабочку готова превратиться ну и плюс потому что земляной ком нужно промочить такой водой достаточно теплой тогда легче происходит вселение в комнатные условия то есть голыми они не стоят вносить мелколистные фикусы нужно обязательно в очень светлое помещение у нас есть комната где окна южной ориентации и там листопад незначительный нужно прямо на подоконнике ставить осенью и зимой солнце уже не такое палящее как летом и фикусы хорошо себя будут чувствовать я пробовала заносила их в комнату с окнами западной ориентации и там бенджамины не смогли зимовать листопад был очень сильный пришлось срочно передислокацию делать поэтому али выдерживает притенение а мелколистные фикусы не любят притенение совсем поэтому если листопад не прекращается место посветлее показываю вам малышей вот этого я забыла показать после покупки поэтому первый раз вам показываю а остальные уже показывала переселила их уже в горшочке побольше они были в маленьких стаканчиках не все хорошо перенесли процедуру моя диверсифолия полностью сбросила листья не знаю растет или нет вообще без предупреждения хоть бы сказал друг Марина мне не нравится грунт а он сразу раз и все разделся полностью сейчас стоит там одни макушечки такие острички сверху остались зеленые не знаю обрастет или решил покончить свести на нет свое существование вот так вот изменился керли позеленел не пойму в чем дело то ли он сам по себе неустойчивый сорт хочу чтобы кто-то сказал мне у кого керли растет место светлое может ему как раз нужно темное чтобы оставалась пестрота стоит в светлой комнате и от грунт не знаю от чего буду дальше смотреть что с ним дальше будет происходить вот например эльдорадо я не принесла его сюда эльдорадо на восточном окне вернул мне пестроту я его покупала почти полностью зеленым а этот вообще весь позеленел и даже намека нет на то что он собирается вернуться к своему виду первоначальному очень вот этот фикус нравится это Индонезия настолько приятные листики визуально приятные стараюсь их лишний раз не щупать тут не трогать но он и вот так на ощупь очень приятный и растет уже заметно стал расти даже в большем горшочке понравился ему грунт росли они в легком грунте а сюда я уже добавила садовую землю и песок и вот диверсиферле и не понравилось то есть не готов не готов тот сорт фикуса оказался к резкому смену к резкой смене условий роста и грунта остальные вот это фикус рубегеноза рубегеноза из дорогих фикусов у него красивая окраска мне кажется нормально он растет абсолютно не капризничал фикус ИРН уже вот видно что верхушка эта обновилась отлично перенесли пересадку узколистные фикусы с золотистым листом и вот этот с пестротой это фикус Нина тоже растет уже хорошо был такой вообще маленький маленький вот это фикус называется ритуза гавайская тоже не капризничает молодец такой прямо уже живчивый ну и этот у меня низкорослый фикус он вверх не растет вот такие фикусы и полив конечно зимой умеренный вообще когда мы начинаем с вами жаловаться друг другу что растения не растут так они не должны зимой расти они зиму проводят в таком полусонном состоянии поэтому чувствуют они очень хорошо уменьшение светового дня подсветку мы же не для всех делаем поэтому они не должны в принципе расти и вот то что малыши растут я удивляюсь потому что не должны но у нас затянулась теплая погода может это спровоцировало рост вот ну тут еще есть фикус похоже на фикус но это совсем не фикус это брения и вот я собираюсь ее формировать потому что она чем дальше растет тем меньше пестроты становится она должна быть более пестрой молодые листья у нее очень пестрые поэтому будем с вами ее формировать вот то что хотела сказать вчера буквально смотрела видео на канале где не советовали покупать фикуса если не подходят им условия не могу так категорично сказать очень люблю фикусы даже не собираюсь останавливаться на том количестве которое у меня есть и хочу сказать что конечно нужно подумать заранее где будут фикусы стоять но покупать их стоит они очень красивые растения хорошо растущие добавляющие и зелени и прелести в зеленые композиции поэтому безусловно покупать их нужно заводить покупать ну а там уже да приспосабливаться к характеру потому что мое твердое мнение что когда цветок не растет это большей частью ему не подходят условия то есть нужно условия подбирать и если мы сможем это сделать то все в порядке с растениями вот то что хотела вам сегодня сказать надеюсь что фикусы если еще не стали то обязательно станут и вашими друзьями всего хорошего пока если что-то не сказала задавайте вопросы с удовольствием отвечу что вы чтобы у нас вот очень что вы такие струкные на